С вами новости экономики. Здравствуйте, в студии Валентина Сливко. Сегодня в нашей программе. Субтитры создавал DimaTorzok Китайский юань немного подешевел до 10 рублей 2 копеек. Электроэнергия на Дальнем Востоке станет дешевле. Законопроект об этом уже согласован в правительстве. Рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Цены на электроэнергию на Дальнем Востоке будут понижены до уровня среднероссийских, до 3,19 рубля за киловатт. По словам Александра Галушки, закон о дальневосточном гектаре направлен на развитие Дальнего Востока, и это не единственная мера, способная сделать этот регион привлекательным для россиян. Так, там будут снижены цены на электроэнергию, разрабатываются программы по развитию здравоохранения, образования, ЖКХ и других сфер жизни, отметил министр по развитию Дальнего Востока. Благовещенск – развивающийся город. Сегодня все чаще новые строительные объекты возводятся в перспективных районах, разгружая центр города, давая возможность заполнить пустующие уголки территории. А горожане не против переехать из шумного центра, ведь для жизни здесь есть все необходимое. Купить дом на окраине. Сегодня все чаще амурчане приобретают жилье в спокойных спальных районах. Цена здесь ниже за квадрат, чем в городе, да и район более экологичный. Застройщики при этом стараются максимально улучшить инфраструктуру, чтобы владельцам было комфортно жить в новом доме. Придерживаются графика сдачи объектов и ведут активное дальнейшее строительство. Дом был введен в эксплуатацию 31 декабря 2015 года. В январе были переданы квартиры. Люди успешно заезжали, на сегодняшний день живут. И мы в марте месяце 2016 года начали строительство второй очереди. Строительство жилых комплексов – это основная задача застройщиков. Сдав первую очередь и заселив жильцов, они продолжают строительство второй. Работа идет с хорошим опережением графика. Сдача дома планируется к Новому году. По стандарту это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Но их главное отличие в улучшенной планировке. Размер кухни в таких квартирах от 10 до 17 квадратных метров. Окна квартир в обязательном порядке выходят на две стороны света – север-юг или запад-восток. В квартире две лоджии. Также лоджия находится на кухне, что очень удобно, если совместить. Можно также сделать отдельную зону какой-то отдыха. В непростое для экономики и рынка недвижимости время застройщики в первую очередь разрабатывают различные варианты реализации квартир, чтобы максимально помочь клиенту в выборе жилплощади и способе его оплаты. На сегодняшний день мы работаем с многими банками – это Россельхозбанк, Сбербанк, АТБ и ВТБ-24. Также связь банк-военные сертификаты. Мы рассматриваем как материнские капиталы, как военные сертификаты. Все условия рассрочки. Мы подходим к каждому клиенту индивидуально. Сейчас многие заявки оформляются непосредственно на офисах. И людям нет необходимости ходить по банкам. Основной двигатель рынка недвижимости в Преамурье на данный момент – ипотека с господдержкой. Ведь ставки в основном не превышают 12% и первоначальный взнос – не более 20% от стоимости квартиры. Сегодня это одно из лучших предложений. Можно вступить и в долевое строительство. Разнообразие вариантов – хорошая помощь будущему владельцу в приобретении новой квартиры. Долги за жилищные и коммунальные услуги с 1 июня в России начнут взымать в упрощенном порядке. Теперь, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, коммунальщикам достаточно будет обратиться в мировой суд по месту жительства должника, пишет российская газета. Отключение света или воды – уже достаточно действенная мера, чтобы вразумить должника. Но если она не работает, коммунальщики могут обратиться в суд за взысканием долга. Причем по новому порядку судья выносит решение сам на основании представленных ему документов. Вызывать стороны он не обязан. Судебный приказ будет вынесен в течение пяти дней. Теперь коммунальщикам не обязательно затевать судебные процессы с каждым жильцом. Заявление о взыскании долгов они могут готовить оптом. В законе говорится, что взыскиваться могут как деньги, так и движимое имущество. Но материальные ценности изымут за долги только в том случае, если другие способы погасить задолженность не дали результата. Севсои практически завершен. Ряд крупных хозяйств области, несмотря на неустойчивую с осадками погоду и переувлажнение почвы, завершили работы в лучшие агротехнические сроки. Агрофирма «Партизан» Тамбовского района выполнила план на 100%, разместив сою на площади почти 14 тысяч гектаров. В крестьянско-фермерском хозяйстве Романово Октябрьского района соя посеяна на площади 10 тысяч гектаров. Сельскохозяйственные предприятия, завершив сев, активно начинают уход за посевами зерновых культур и сои. В целом царице полей Приамурья засеяно более полмиллиона гектаров. Это 55,5% от плана. И на сегодня это все. Желаем вам финансового достатка, благополучия. До новых встреч на Альфа-канале. Партнер программы «Строительная компания Хуадун». Покупайте жилье выгодно, живите с удовольствием. Генеральный спонсор программы «Клиника современной стоматологии». Ваш выбор. Телефон 47-0040. Неужели ты ничего не помнишь? Почему помню? Пришел, уснул, очнулся, зуб и все, и все. Имплантация во сне. Клиника современной стоматологии. Ваш выбор.